Для них труд крут. Если студент заинтересован в том, чтобы работать, быть частью команды, участвовать в различных мероприятиях и при этом заработать неплохие деньги, то работа в студенческом отряде – верное решение. Ведь вовлечение и активное участие в такого рода движении и познание новой профессии – это то, что обязательно пригодится в жизни каждого из ребят. Я считаю, что Брест – это флагман не только в области, но и в целом, конечно же, в республике, потому что у нас есть педагогические отряды, которые себе зарекомендовали уже на республиканском уровне. Это новое поколение, которое трудилось в национальном детском издательном лагере в Зубренке. В этом году мы пересилили цифру 4000, если взять по области. Я считаю, это хороший результат, причем, что мы не идем темпами только на количество, и мы всегда не упускаем качество, потому что каждый студенческий отряд имеет и командира, и комиссара, и бойцов. То есть, понятно, что перед проведением третьего трудового семестра мы отсматриваем работы, потому что каждый студенческий отряд, который желает принимать участие в конкурсе, он предоставляет работы. У нас есть полностью выкладка отчеты, поскольку они получают заработные платы, сколько они провели идеологических мероприятий, какие мероприятия проводились и какой объем работ выполнен в рамках работы студенческого отряда. Студенческий отряд – это прекрасная площадка для проявления активности молодежи. Став бойцом отряда, понимаешь, что здесь у каждого появляется возможность раскрыть свои лидерские качества, сформировать профессиональные умения и навыки, обрести друзей, осознать свою значимость и важность. Бойцы студенческих отрядов БРСМ города Бреста подвели итоги третьего трудового семестра. На церемонии торжественного закрытия прозвучали напутственные слова от гостей мероприятия, а также состоялось награждение лучших командиров, комиссаров и бойцов студенческих отрядов за их активность, нескончаемую энергию и, конечно же, за проделанную колоссальную работу. С приветственным словом к молодежи обратился управляющий делами Брестского госполкома Юрий Богуцкий. Каждый раз, кто вспоминает свою молодость, больше всего мы вспоминаем студенческие отряды. И я, наверное, не один человек, который говорит об этом. Да, это сегодня площадка, где можно реализовать себя вам, молодым, где вы можете пообщаться, где вы можете приобрести какие-то профессии или увидеть, узнать эти профессии. Это здорово. Действительно, студотряды Бреста – это одно из самых увлекательных направлений деятельности городской организации общественного объединения Белорусский Республиканский Союз Молодежи. Студотрядовское движение, объединившее воедино в семью сотни молодых брещан. Трудиться в составе студенческого отряда – это ответственно и почетно. И с этим однозначно согласны наши бойцы студотрядов. За проделанную работу и достойные награды. Ведь цель закрытия третьего трудового семестра до сих пор неизменно – подвести итоги и отметить лучших, которых в этом году было немало. Производили холодильники, общались с ребятами. Сам проект включался порядка 15 отрядов. Со всей страны ребята приехали, мы с ними непосредственно взаимодействовали, узнавали чего-то нового у них, набирались опыта. Мы работали в лагере Орленок, это Жабенковский район у нас здесь. Мы работали две смены, третью и четвертую. На третьей смене у нас в отряде было 28 человек, на четвертой смене 23 человека. Это Стюарт, наш талисманщик. Он у нас появился тоже этим летом. Нам его подарили комитет Барсэм городской и университетский вместе на 1 августа, это на день белорусских студенческих отрядов. В Беларуси, в Брестской области существуют студенческие отряды самого разного направления. Среди них строительный, сельскохозяйственный, производственный, медицинский и сервисный, экологический и педагогический. Ребята добросовестно выполняют обязанности медицинского персонала, работают в детских оздоровительных лагерях, помогают организовывать различные мероприятия в вузах. На днях третий трудовой семестр для бойцов студенческих отрядов БРСМ был завершен. Торжественная церемония закрытия сезона и награждение отличившихся отрядов в Брестской области состоялась и в городе Бресте. Сегодня студотрядовское движение возродилось и громко заявляет о себе. Я считаю, что это стало одним из брендов молодежной государственной политики Белорусского республиканского союза молодежи. Конечно, для организаторов приходится прикладывать много усилий различных, чтобы организовать работу студенческого отряда. Органы власти помогают формировать перечень организаций, которые смогут принять. Мы благодарны тем организациям, которые принимают студенческие отряды. Но результаты стоят того, и каждый участник студенческого отряда определяет для себя. Я думаю, что самое главное – это школа взросления, это опыт, это навыки, умения, те, которым ребятам в дальнейшей жизни пригодятся для их и трудовой деятельности, и для личного роста, и становления. Я считаю, что это самый главный вклад в развитие нашей молодежи. В 2022 году областной комитет «Сюза молодежи» оказал помощь в трудоустройстве порядка 4 тысяч человек. Создано 346 студенческих отрядов – строительных, педагогических, сельскохозяйственных, экологических и других. Ребята трудились на республиканской молодежной стройке в Хатыни, областной на строительстве свинокомплекса в Пинском районе. Кто-то пробовал свои силы и умения в благоустройстве зданий и сооружений, кто-то работал на производстве, а кто-то и вовсе оттачивал свое педагогическое мастерство. Для меня студотряды сейчас уже стали огромной семьей, большой. Раньше я не знала, что это такое, но после первого курса решила поехать работать в вожатый в лагерь. И вот у меня вся эта атмосфера студотрядовская втянула, и я осталась здесь. Поначалу казалось, что очень сложно будет, но ты постепенно начинаешь привыкать. Вот у меня были разного возраста дети от 8 до 17 лет, и с каждыми получалось найти общий язык. Я случайно попался в этот отряд, то есть мы сидели на паре, и мой однокрупник предложил мне вступить в отряд, так как там было свободное место. Но я подумал, я взвесил за и против. То есть, с одной стороны, я как бы проработал все лето, но я получил кучу положительных эмоций. И я понял, насколько классны мои ребята в отряде, и насколько хорошо с ними работать. Поначалу, когда мы еще не совсем познакомились с коллективом, было немножко дискомфортно, так как мы не знали друг друга способности, характер. А потом уже спустя примерно недели 2-3 мы сплотились, и появилась такая атмосфера взаимопонимания. Мы стали помогать друг другу. Хорошие впечатления после трудовой деятельности сохранились у многих. Ведь как объяснить такое большое количество бойцов? А их в Брестской области было трудоустроено порядка 4 тысяч, которые проявили и оточили свои профессиональные навыки и умения. И получили не только опыт и заработную плату, но и на торжественной церемонии лучших в третьем трудовом семестре получили заслуженные награды, благодарности и ценные подарки. По отряду «Ударник» имени партизана Ивана Георгиевича Шубетидзе. Итоги 2022 года подведены, но организаторов на 2023 уже есть планы. Устроить на работу более 5 тысяч человек, так как есть предприятия, которые готовы принять студентов, а желающих участвовать в студотрядовском движении из года в год становится все больше.